Здравствуйте, уважаемые эксперты и участники Республиканской научной конференции «Шаг в будущее». Позвольте представиться. Меня зовут Пинокурова Анита, я ученица 6 класса. Тема моего проекта – настольная игра с китайским колоритом «Шахки Тьюис» из костей лося, коллаборированный из настольных игр «Шахматы» и «Доушу Ци». Цель проекта – создать настольную игру из китайской настольной игры «Доушу Ци» и «Шахматы в коллаборативной среде». Задача проекта – изучить китайскую игру «Доушу Ци». Второе – рассмотреть методы коллаборативной среды для взаимодействия. Третье – провести мастер-класс аукциям предложений. Четвертое – создать настольную игру. Актуальность. С пятого класса мы стали изучать китайский язык. Изучая этот иностранный язык, мы узнали многого о китайском народе. Их язык – быт и традиции. Изучение китайского языка в современном мире очень актуально. А что может быть лучше изучения этого сложного языка, чем изучать его, играя в игры? Новизна. На сегодняшний день мы часто слышим слово «коллаборация», «коллаборирование». Например, в социальной сети TikTok блогеры живут в домах тиктокеров, чтобы коллаборировать музыканты, коллаборировать в SkyFit и так далее. Мои сверстники все сидят и запятают TikTok. Следуют трендам современного общества. Этап первый – подготовительный. Китайская настольная игра «Доо Шу Ци». «Доо Шу Ци» – очень популярная в Китае детская игра, где фишки с изображением зверей рубят друг друга по принципу «камень, ножницы, бумага». Что такое коллаборация? Коллаборативное пространство – ситуация, когда два и более человек обучают друг друга, представляя друг другу свои ресурсы и навыки, получая знания через совместный поиск информации. Этап второй – практический. Мы с моими научными руководителями решили провести мастер-класс аукцион предложений для того, чтобы ученики, посещающие кружки, шахматы и шашки, юные исследователи и красота своими руками могли коллаборировать. Всего количества участников – 20, количество предложений – 77, из них принято – 19, в перспективе – 18. Технология создания настольной игры из костей лося. Первый этап. Составили правила назначения и условия настольной игры. Придумали название. Шах – шахматы и шашки. Сама игра «дауши ци» – это китайские шахматы для детей. Это игра победителей, поэтому тут должен быть часть названия игры «шахматы шах». Кит – красота своими руками. Кит – красота и творчество, а также это китайская игра. Юис – юные исследователи. Каждый из нас создателей игры являемся юными исследователями, поэтому Юис. Второй этап. Изготовление эскиза и оформление игрового поля. Третий этап. Изготовили игральные фигурки из костей лося. Крыса – шу, кошка – мао, собака – гоу, волк – лан и так далее. Этап третий. Заключение. Сегодня существует множество настольных игр, из которых каждый желающий может выбрать игру по своему вкусу. Но самая интересная игра – это придуманная и сделана своими руками. В процессе работы я убедилась в том, что коллаборация – это очень хороший метод для решения задачи. Когда два и более человек работают вместе, представляя друг другу свои ресурсы и навыки, получая знания через совместный поиск информации, осмысление ее и применение для достижения поставленных целей – это очень эффективно и интересно. Также я научилась работать с лобзиком, шлифовальной машинкой и выжигательным аппаратом. Конечно, пока еще под руководством взрослых. На переменах мы играем нашу игру «Шах Кит Юз». Очень многие заинтересовались, меньше стали бегать по коридорам. У всех есть большой интерес к изучению китайского языка. Многие предлагают дальше изготовить нашу игру с другими животными и китайским переводом. Спасибо за внимание.